Здравствуйте, дорогие любители шахмат, подписчики моего канала на YouTube и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на очередной видеоурок в шахматной школе Евгения Гриниса в бесплатной шахматной школе в интернете. Сегодняшний видеоурок предназначен как начинающим, которые уже посмотрели все мои предыдущие видеоролики из плейлиста Шахматы для начинающих, так и более опытным шахматистам, которых интересует дебютная теория и вопросы шахматной тактики и расчёта вариантов. В этом видео мы вкратце ознакомимся с дебютом, который называется Французская защита. Мы познакомимся с одной партией, которую я считаю очень поучительной. В этой партии нам встретятся немало тактических позиций, которые мы используем для тренировки комбинационного зрения и расчёта вариантов. Но не ожидайте от меня, что я смогу показать вам все возможные тактические варианты. Пожалуйста, не ожидайте от меня также, что я смогу отвечать на ваши вопросы в комментариях, касающиеся различных возможностей за ту или иную сторону. Я надеюсь, что другие, более опытные подписчики смогут на них ответить. У меня такой возможности, к сожалению, нет. Этот видеоурок, как и вся моя шахматная школа, предназначен тем, кто хочет улучшить свою игру. И, соответственно, не пожалеет для этой цели потратить определённое время на изучение шахматов. Моя цель способствовать тому, чтобы ваши шахматные знания о дебютах, комбинационные способности и способности к расчёту вариантов улучшились, и чтобы за счёт этого вы смогли улучшить свою игру. На моём сайте greenis.de можно посмотреть много полезных партий, в том числе и по сегодняшней теме. Некоторые ссылки на соответствующие страницы моего сайта вы найдёте в описании под видео, если развернёте описание полностью. Другие видеоролики по данной теме вы сможете найти в плейлистах, ссылки на которые я также помещу в описании под видео на YouTube. Кроме того, их можно будет увидеть в графических примечаниях в конце этого видео. В анализе и оценке различных позиций мне, как всегда, будет помогать мой друг Гроссмейстер с рейтингом примерно 2700, которого я в дальнейшем буду называть просто компьютер. Если в этом видео будут возникать паузы с моей стороны, то это может быть вызвано большим количеством вариантов в партии. Если я буду говорить медленно, то это мой обычный темп речи. И я буду говорить так, как я обычно говорю. Если это кому-то не нравится, можете мои видео не смотреть. Если вы хотите из моего видео что-то полезное для себя почерпнуть в шахматном отношении, то привыкайте. Если же вы этого не хотите, то YouTube большой и вы наверняка найдёте для себя на нём множество развлечений. Итак, мы сегодня смотрим одну партию, где белыми играл Джек Петерс, международный мастер из США с коэффициентом ИЛО 2430. А чёрными против него играл Рой Эрвин, интернациональный мастер Фиде с коэффициентом 2390. Немного более низкий коэффициент, чем у его противника. Партия игралась в 1978 году в США. По ходу партии, когда я буду вам показывать ходы, обратите внимание, что ходы чёрных из партии обозначены красным цветом, ходы белых зелёным цветом. Это первые ходы французской защиты. Белые играют в партии К2. И этот вариант называется вариантом Тароша. И из наиболее известных шахматистов, которые часто играли вариант Тароша за белых, наиболее известен Анатолий Карпов. Анатолий Карпов, когда он играл Е2-Е4, и противники избирали французскую защиту, то он всегда играл К2-К2. Вариант Тароша. Другие продолжения в этой позиции за белых после хода Д5. К3. Наиболее популярный ход. Е5. Это называется закрытый вариант французской защиты. Возможный ход ЕД. Это разменный вариант. К2. Вариант Тароша. На К2 чёрные в партии сыграли С5. Другие возможные ходы взятия на Е4, ДЕ. Кстати, обратите внимание, что ходы в примечаниях обозначаются жёлтым цветом клетки. Значит, красным цветом ходы в партии, жёлтым цветом ходы в примечаниях. Так вы сможете отличить, где примечания, а где ходы из партии. Другой ход на К2. Довольно популярный. Конь Ф6. Закрытый вариант. Есть такой ход, как СЕ7. Так часто играет Морозевич. И есть ход К6. Это всё более редкие продолжения. СЛОН Е7 и КС6. Значит, по-английски называется Жемарт или Гемарт. По-русски нет названия этому варианту. И в партии был сделан ход С5, который является одним из основных ответов на вариант Тараша. Чёрные идут на позицию с изолированной пешкой на Д5. В партии белые ответили. Конь Ф3. Это возможный ход. Один из основных ходов. Второй возможный ход. Это взятие на Д5 сразу. И это называется по-английски открытый вариант системы Тараша. Или варианта Тараша. Конь Ф3 ведёт, в принципе, к перестановке ходов. Чёрные ответили КС6. Другие возможности чёрных. Взятие на Д4. Конь Ф6. И такой ход, как А6. Этот ход делается для того, чтобы предотвратить ход Сb5. Вот мы увидим в партии, что был сделан ход Сb5. А также, возможно, в случае, если белые возьмут на С5, то взять слоном без потери темпа. КС6 было сыграно. Белые взяли на Д5. Реже встречается ход Сb5 в этой позиции. И чёрные взяли пешкой. Это основной вариант. Основная линия. Белые сыграли Сb5. Связка коня. И чёрные играют Сd6. И после взятия на С5 теряют темп. То есть, слон взял на С5 за два хода. Ну, это всё теоретический вариант. То есть, это всё ходы, которые признаны одними из лучших в этой системе игры. Белые сделали рокировку. Реже встречается ход Кb3, сразу нападая на слона. Белые так играют часто, но после рокировки. Чёрные выводят слона на Е7. Это всё главная линия. Белые в партии пошли Кb3. Иногда встречается ход С3. Сразу беря под контроль поле d4. Но Кb3 это встречается чаще. То есть, пока партия идёт по главной линии этого варианта. Сd6 сыграно в партии. В этой позиции есть ещё ход Сb6, который встречается реже. И раньше так играли часто. Но это во времена Ботвинника так играли. И вот Ботвинник произвёл здесь в своё время фурор, фурор. Сыграв в этой позиции слон Е3. Предлагая размен слонов и соглашаясь на то, что у него возникнет пешка на Е3. Изолированная, но у него была глубокая позиционная идея. Сейчас реже играют Сb6, а чаще играют Сd6, как и в этой партии. Ладья Е1. Ладья выводится на открытую линию. Пока чёрные ещё даже не сделали рокировку. Реже встречаются ходы Сg5 или Кbd4 в этой позиции. Чаще ход Ладья Е1. Чёрные делают рокировку. В партии белые идут по главной линии этой системы. Играют Сg5. Связка. То есть мы видим, что оба противника знают теорию достаточно хорошо. Чёрные знают теорию хорошо, потому что они должны её знать, играя французскую защиту. Без знания теории нельзя играть никакой дебют. То есть они должны быть готовы к различным продолжениям со стороны белых. в том числе и к варианту Тароша. И они знали главный вариант. А белые, видимо, играли эту систему с точки зрения белых. И поэтому они знают теорию. Сg5. Реже встречался в этой позиции ход Сd3. Сg5. Чёрные играют как в главных системах. Сg4. Сg4. Связка. Реже тут встречался ход Фc7. Сg4. Главный вариант. И вот здесь уже белые либо забыли теорию, либо сознательно шли на следующее продолжение, на очень редкое продолжение. Они сыграли h3. И этот ход встречается в этой позиции очень редко. Чаще играют здесь. Слон h4. Так играл, если я не ошибаюсь, в этой позиции, но с такой идеей играл Анатолий Карпов в своих партиях. С идеей перевести слона на g3 и противопоставить его сильному слону чёрных на d6. Попытаться разменять сильную фигуру чёрных. И ещё один ход, который встречался в этом положении, это слон e2. Избавляясь от связки. h3 было сыграно в партии. Чёрные пошли слон h5. И в этой позиции уже партия, в принципе, начинает отклоняться от главных вариантов французской защиты. Так как белые здесь сыграли. Слон берёт на c6. В этой позиции теория знает ход e2. Тоже избавляясь от связки. Но слон берёт на c6. Чёрные берут пешкой. Укрепляя свою изолированную пешку d5. Теперь у чёрных вместо изолированной пешки получились висячие пешки. Но пешка d5 уже укреплена. И белые играют конь d4. Конь с b на d4. Атакуют пешку c6. Так как конь e7 связан, то в случае, если бы сейчас был ход белых, они могли бы взять конём на c6. Из-за связки коня e7. Чёрные играют ладья c8. Защищают пешку c6. И международный мастер делает ход c4. Возможно, он знал, играл до этого подобную схему. То есть она, скорее всего, была подготовлена с ходом c4. И чёрным здесь следовало сыграть ладья e8. После чего компьютер оценивает эту позицию как равную. Которая известна теорией. Хотя это очень редкий вариант. Партии чёрные пошли. h6. Теорией в этой позиции известен ход слона h4. Но в партии белые играют. Слон берёт на e7. Слон берёт слона. Белые играют g4. Кардинальным образом избавляясь от связки. Но, правда, ослабляя позицию своего короля. Позицию рокировки. Слон g6. И конь e5. Вот, в принципе, у белых стоят кони в центре. Красиво. Один на d4. Второй на e5. В данный момент они атакуют пешку c6. А конь e5 ещё и атакует слона g6. Компьютер продолжает оценивать эту позицию как равную. Слон c5. Такая небольшая ловушка со стороны чёрных. Ловушка заключается в том, что если белые возьмут пешку на c6, это будет не в их пользу. Чёрные отвечают ферзь f6. И теперь конь c6 атакован. А если он куда-то отойдёт, например, на a5, то чёрные смогут забрать коня на d4. То есть уйти конь не может. Белые могут пойти cd. И тогда следует здесь комбинация. Ладья берёт на c6. Белые должны взять конём, иначе потеряется конь на d4. И слон и ферзь бьют по полю f2. Есть ход ферзь берёт на f2 шах. Король h1. Здесь сильный ход. Есть слон d6. Сразу угрожаем матом на h2. Тут надо посмотреть два варианта. Например, конь e7 шах. Король уходит на h8. Конь берёт на g6 шах. Если в этой позиции сыграть ферзь e2, защищаясь от мата на h2, то следует такой тактический удар. Слон e4 шах. Единственный ход взять слона. На что следует ферзь h2. Мат под защитой коня. Но вместо хода ферзь e2, белые могут взять с шахом слона. Но теперь им надо играть ферзь e2. Значит, они берут слона, который давал шах на e4. Теперь его нет. Чёрные могут продолжить ферзь h4, нападая на пешку h3. Ферзь g2, защищая пешку. Но у чёрных зато вскрылась линия f. После того, как конь брал на g6 шахом. Значит, он брал, чтобы слон не мог выйти на e4. Но за это у чёрных есть линия f. И они играют ладья f2, нападают на ферзя. Белые могут дать предсмертный шах. И после король h7 белые проигрывают. Мы посмотрели вариант, где после слона d6 белые играли конь e7 шах. Другая возможность у них это пойти конь e5. После этого хода компьютер считает, что чёрных всё равно очень большое преимущество. Конь e5 лучше, чем конь e7. Но у чёрных большое преимущество после хода ладья e8, нападая на коня. В партии после слона c5 белые не стали брать пешку на c6, что было бы ошибкой. И сделали правильный ход b4. Идея этого хода, это выглядит как жертва пешки b4. Пешка не защищена. В случае слон берёт на b4. Белые берут теперь пешку на c6. И это вилка, как мы видим, на ферзя и на слона. Поэтому надо играть ферзь d6. Можно было ферзь b6 сыграть. Белые берут слона. И берут пешку на d5 ферзём. Ну и если сейчас посчитать материал, то у белых лишняя пешка. После ладья d8, например, нападая на ферзя. Ферзь b5 есть ход. Ну и у белых преимущество в одну пешку. После b4 чёрные в партии не стали брать на b4, а делают правильный ход. Слон берёт коня на d4. Белые забирают слона. В этой довольно острой позиции чёрные не нашли правильного хода. Здесь они сделали ошибку. Ну, они взяли пешку на c4. И компьютер расценивает этот ход как ошибочный. Хотя ещё не проигрывающий ни партии, ничего. Но дающий белым преимущество. Правильный ход здесь был по компьютеру слон. e4. Например, f3. Слон h7. И, скажем, после хода ладья d1, компьютер считает, что позиция равна. А вот после хода в партии dc позиция уже не равна. c2. Белые берут на c4. Ферзём. И позиция уже в их пользу. Ну, таким образом, в результате, значит, играющий белыми, можно сказать, запутал немного своего чуть менее опытного противника, который допустил неточности и был запутан такой игрой белых с ходом g4, с конями в центре. Но небольшое преимущество у белых. И чёрные играют как король h7. Это тоже немножко слабее того хода, который сделал бы наш компьютер, у которого сила игры в 2700. Он бы пошёл здесь скорее fd5, но оценивая позицию всё равно в пользу белых. После король h7 преимущество белых ещё больше увеличилось. Ладья занимает открытую линию, нападая на ферзя. Ферзь идёт на h4. Нападает на пешку h3. И белые хладнокровно играют король g2, защищая пешку на h3 королём. Ну и чёрные здесь решили, что король белых не очень хорошо защищён. Видимо, неправильно оценили позицию. И считают, что им надо зацепиться за пешку g4 белых. И допускают грубую ошибку. f5. Это большая ошибка. После этой ошибки компьютер сразу видит, что белые выигрывают. в эту партию. В эту партию. Первый ход белых это абсолютно правильный. Конь берёт на g6. Король должен брать. Иначе чёрные без фигуры. Или даже больше. Тут была ещё и вилка на ферзя и на ладью. Король берёт на g6. У белых подавляющее преимущество по компьютеру. Но партия ещё довольно долго продолжалась, потому что белые здесь сделали сильнейший ход. Это взяли пешку с шахом. И конечно, нельзя брать пешку ни королём, ни ладьёй. Потому что иначе теряется просто ферзь на h4. Так как взятие gf это вскрытое нападение на ферзя. И чёрные сыграли король h5, защищая ферзя. И вот король оказался у них в центре доски. Это скорее не в центре, но он на пятой линии оказался. На краю доски, но на центральной линии на пятой горизонтали. Что очень редко можно увидеть в практической партии. Если показать кому-то эту позицию, то сразу возникнет вопрос, как король мог оказаться на h5. Если бы белыми играл компьютер, который считает варианты, причём все варианты он проверяет на много ходов вперёд. Видит в этой позиции мат 12 ходов за белых. Но белые играют не так правильно, и они пошли ладья d4. Матов 12 ходов уже нет. А мы вернёмся к позиции после хода ладья d4. И посмотрим, как белые могли здесь форсированно выиграть. Оказывается, ферзь e2 шаг был правильный ход, который выигрывал. Но, видимо, играющий белыми не нашёл чего-то того, что видит компьютер. Ну, единственный практический ход это король g5. Здесь есть сильный ход. В принципе, мат в этой позиции компьютер видит после хода f4 шаг. Но другой сильный ход, тоже выигрывающий партия. Это был ход ферзь e3 шаг. И что делать чёрным? У чёрных есть отходы королём. Есть возможность перекрыться ферзём от шага. И вот давайте посмотрим эти варианты. И подумаем вместе с вами. Вот мы видим эту позицию. Она могла возникнуть в партии. Её не так трудно было предвидеть. Сейчас ваша задача немного подумать. Сделать паузу в видео для того, чтобы подумать. И найти форсированное продолжение здесь, при котором белые ставят мат. После хода ферзь f4. Подобные задания я буду вам давать и в дальнейшем. И вам надо будет делать паузу видео после таких заданий. А я продолжаю. Что надо делать белым здесь? Попытаться отвлечь короля чёрных от защиты ферзя. Правильный ход h4 шаг. И чёрным надо играть король g4, чтобы защищать ферзя. Продолжать защищать ферзя. И тут у белых был ход, в общем-то, довольно простой. f3 шаг. Чёрным надо теперь брать пешку на f5. И после этого следует ферзь e6 мат. Пешка h4 отнимает у короля поле g5. Ферзь, собственно, отнимает у него поле f4. И все остальные поля бьёт белый ферзь с e6. Вот такой красивый мат был. Но это не все возможности чёрных после ферзь e3 шаг. Король берёт на f5. Был ход. Здесь вам надо сделать паузу, подумать, рассчитать варианты. Здесь белые ставят по компьютеру мат в три хода. Найти форсированный мат. Я продолжаю. Ферзь e6 шаг, первый ход. Король g5. Здесь у чёрных было два хода. Два ответа. Король g5 и король f4. После короля f4 белые играют ферзь e5 и ставят мат. Это мат, потому что король не может идти на f3, так как это поле держится королём белых. Поле g4 держится пешкой h3. И все остальные поля пробивает белый ферзь, который защищён ладьёй. Другой отход. Это король g5. Здесь белые подключают к атаке на короля ладью. Ладья e5 шаг. Единственный разумный ход. Король f4. И вторая ладья подключается и ставит мат. Вот здесь уже можно увидеть почему. Ну, значит мат, потому что опять у короля нет поля f3 и нет поля g3. Эти поля держатся белыми фигурами. Ну и ладья ставит мат по четвёртой горизонтали. Почему возможны такие маты? Потому что вот ладья чёрных на c8. Вот здесь видно хорошо. Она не принимает участия в игре. Не защищает короля. Король находится впереди своей гвардии. был на пятой горизонтали. Теперь его загнали на четвёртую. И белые всеми своими тяжёлыми фигурами при поддержке и короля g2 ставят мат. И ещё одна возможность после ферзь e3 шаг это король f6. После короля f6 вам нужно подумать, сделать паузу и найти мат в два хода. Во всех вариантах. Белые могут пойти здесь. Ладья d6 шаг. Если король f7, то после ферзь e6 белые ставят мат. А если взять пешку f5, то белые ставят мат после ферзь e5. Опять все фигуры белых. И ферзь поддержан ладьёй. Ладья d6 отрезает. В частности, поле g6 у короля. Даже пешка h3 участвует в игре. Отнимает поле g4. И у белых получается на этом участке доски огромный перевес в силах. В общем, в центре и в атаке на короля. Получается, что у чёрных не хватает ладьи. Ну и ладья f8 тоже мало чем помогает королям. Ну и ферзь в данной позиции. То есть, огромный перевес в силах белых. Поэтому защиты нет. Но нужно уметь находить такие варианты. Нужна фантазия. Комбинационное зрение. То есть, умение находить такие тактические продолжения. И расчёт вариантов. Вот в этой позиции ферзь e3. У чёрных есть много ответов. В каждом из которых они получали мат через два хода, через три хода. И вот международный мастер чего-то не увидел. Ну, этот компьютер видит сразу. А человеку, в общем-то, надо всё-таки довольно долго. Король h5. Есть такой ответ. Ну и белые здесь выигрывали после хода. Ферзь f3, шах. Король g5, ладья e4, нападая на ферзя. И они выигрывали здесь ферзя или ставили мат. Компьютер оценивает эту позицию с подавляющим перевесом белых. Ну, я не рассматриваю все возможные варианты, так как на это, в общем-то, нет времени. По крайней мере, значит, в этой позиции белые выигрывали ходом ферзь e2, шах. Но сделали ход ладья d4. Этот ход, конечно, слабее, чем ферзь e2, шах. Хотя и нападает на ферзя, и, в общем-то, у белых сохраняется довольно сильная атака. Но такого форсированного выигрыша, как после ферзь e2, шах, у них пока нет. Ферзь g5, шах. Ладья перекрывает короля от шаха. Ферзь берёт на f5. Значит, международный мастер, он не нашёл тех вариантов с ходом ферзь e2. Но он рассчитал довольно далеко. И он считал, что он выигрывает после хода ферзь e2. И вот так ферзь идёт на e2. И ладья теперь грозит отскочить куда-то. И ферзь будет давать шах королю. Это называется засада. Ферзь становится в засаду. Но чёрные тоже что-то видели. И приготовили защиту. Они видели, что после отскока ладьи будет шах от ферзя. Но делают такой ход. Ферзь b5. Атакуют белого ферзя. Это, в общем-то, упорная защита. Если сейчас ладья отскочит куда-то, то чёрные побьют ферзя на e2. Например, ладья берёт на g7. Выигрывает пешку. Но после ферзь берёт на e2. Ладья e2. Это всё-таки только лишняя пешка. Хотя, возможно, был вариант такой. Ладья берёт на g7. Выигрывала пешку. Но у ладей на мэншпиле это ещё до выигрыша было бы далеко. У белых здесь был большой перевес. По компьютеру всё равно большой перевес. И они задумали здесь один такой ход, который выглядит очень сильно. И если бы это всё было правильно, эта партия была бы одной из самых красивых партий в истории шахмата. Значит, белые видят, что в случае отхода ладьи чёрные заберут ферзя. Но они нашли здесь такой ход, чтобы чёрные не могли взять ферзя. Для этого им нужно дать двойной шах. И они играют. Ладья берёт на g5. И шах королю чёрных от ферзя и от ладьи. И ферзь b5 не может побить на e2, потому что ладья одновременно даёт шах. И ладью ферзь не может чёрный побить, потому что шах от ферзя. Это двойной шах. От двойного шаха единственная защита. Отход королём. И вот у короля здесь два поля для отхода. На h4 один ход. И второй ход побить ладью. Как бы отойти королём, забрав ладью. Белые жертвуют ладью. Сознательно идут на такую жертву фигуры. Ладья g5 шах. И чёрные. Если бы чёрные пошли король h4, они бы сразу получили мат после ферзь g4. Ну, такой мат под защитой и пешки, и ладьи. И ферзь стоит вплотную королю. И когда он защищён, это всегда мат. И, в общем-то, его надо знать. Это простой вид мата. Но что делать белым после король берёт на g5? Что же белые задумали? Мы посмотрим это немного позже. Продолжение этой комбинации белых мы посмотрим немножко позже. А вот компьютер бы не пошёл так, как белые сыграли к ладья g5. Потому что он всё-таки имеет рейтинг 2700. Поэтому он видит больше, чем игроки в этой партии. с их коэффициентами в районе 2400. И компьютер считает, что белым надо было пойти ферзь e7. Ну, угроза здесь. Вот две угрозы показаны. Это ферзь h4 мат. И ладья e5 шаг с выигрышем ферзя. Но у чёрных есть контр-игра, связанная с позицией короля белых. Открытая позиция. Ферзь d5 шаг. И вот наш компьютер, он очень хладнокровный. И вот возможно, что человек в этой партии не нашёл этих вариантов, которые видит компьютер. Он не пошёл, скажем, ферзь e7. Вот так. Потому что после шага надо идти король h2 и дать чёрным сделать ход. Ладья берёт на f2 шаг. И кажется всё. Сейчас белые получат мат, а не чёрные. Ну, вот хладнокровный компьютер. Он продолжает вариант. Король g1. Значит, мата на g2 нет у чёрных. Они не могут поставить ферзь g2 мат, потому что ладья на g4 прикрывает поле g2. И белые продолжают угрожать ходом, скажем, ферзь h4 мат. Ну и чёрные должны ответить как-то, чтобы этого не было, например, пойти g5. После чего белые могут хладнокровно взять. Король берёт на f2. Значит, даже нет шага ладья f8 шаг по линии f, потому что ферзь просто заберёт на f8. И вот компьютер посчитал, что это позиция подавляющая для белых, у которых лишняя ладья. Вот так он бы выиграл эту партию. После короля h2, правда, чёрные могут пойти иначе, чтобы воспрепятствовать ходу ферзь h4 и не брать сразу даже ладьёй на f2 с шахом, потому что ход ладья f2. Ладья берёт на f2, теряет ладью, по сути дела. Можно попробовать защититься ходом g5. И вот сейчас вам нужно попытаться сделать паузу и попытаться найти сильный ход за белых в этой позиции. Что тут рассчитал компьютер? У белых тут фактически единственный ход, который ведёт к победе. Что это за ход? Надо помнить, что пешка f2 под боем. Ладья e5. Хладнокровно нападая на ферзя. Но здесь у чёрных опять есть ход ладья берёт на f2 шах. Но перед тем, как мы его посмотрим, или давайте мы его сначала посмотрим, ладья берёт на f2 снова шах. Шах к голому королю. Кажется, он ничем не прикрыт. Единственное, что его прикрывает, это ладья на g4, которая не даёт поставить мат на g2. И вот здесь после хода король g1, a5. В принципе, у чёрных под боем ладья на f2, а также ферзь на d5. И вот защититься от этих двух ударов у чёрных, в общем, возможности нет. Нельзя сыграть ферзь d4, например, защищая ладью на f2, потому что поле d4 контролируется белой ладьёй на g4. Вот. Ну и мы потом, позже увидим, какие в этой позиции у белых ещё... Например, если бы чёрные пошли здесь ферзь f3, защищая свою ладью на f2. У белых здесь был такой, скажем, удар ладья. Е5 берёт на g5 шах, пешка h берёт ладью, и ферзь берёт на g5 мат. Вот такая угроза возникла у белых после хода ладья е5. Не только напасть на ферзя, но и пожертвовать ладью на g5 и поставить мат. От всего этого защититься чёрные не могут. Так. Посмотрим варианты. Ещё другие. И вот есть варианты с ходом. Значит, вот такая позиция. Как она получилась? Ага. После ладья е5. Значит, продолжаем вариант. Значит, ладья берёт на f2, не спасает. Есть ход ферзь g8. И вот тут в распоряжении белых есть один тихий ход со страшными последствиями для чёрных. Сделайте паузу и попробуйте найти. Это тихий ход. Это значит, это не шах. И даже не взятие. Вот тихие ходы. Это просто какой-то ход с большими идеями, но без шахов и без взятий. Значит, ходом ферзь g8 чёрные защитили пешку g5. Теперь нет такого мата. То есть, нет возможности побить. Ладья берёт на g5. hg. И нет мата на g5. И вообще нету шахов даже таких хороших. Ещё и поле h7 защищено ферзём g8. Какой же тихий ход есть в распоряжении белых, когда они создают другие матовые угрозы? Сделайте паузу и попытайтесь его найти. Вот кто нашёл в этой позиции ход? король g3. Со страшной угрозой под защитой короля белые могут, если бы был сейчас их ход, они могли бы сыграть ладья h4 шах. И ладья h4 шах. И ладья h4 шах. Значит, после такого хода чёрные не могут побить ладью. Кажется, gh да ещё с шахом, да ещё от ферзя. Но ход gh невозможен, потому что пешка g5 связана ладьёй е5. Ну и тогда, после ладья h4 шах, единственный ответ будет король g6. И там будет быстрый мат. Может быть, мы увидим подобные варианты. А именно, мы их сейчас увидим. Если здесь чёрные, например, пойдут ладья e8, нападая на ферзя, то белый, угроза белых здесь выстреливает. Ладья h4 шах. Пешка g5 связана и не имеет права бить ладью, потому что она связана ладьёй е5. Единственный ход король g6. И что теперь? Подумайте, как здесь белые могут дальше продолжать. Ну, ладья h4 шах далее. Король на g6. Какой здесь самый лучший ход за белых? Значит, у чёрных пешка на h6 защищена только королём. А ладья h4, которая давала шах, нападает на эту пешку. Если ещё какая-то тяжёлая фигура белых сможет напасть на пешку h6, то эта пешка потеряется, скорее всего, с шахами. Ферзь d6. Сильнейший ход в этой позиции. Что делать чёрным? Ну, пойти, например, королём на h7, тогда будет... Ферзь берёт на h6 мат. Есть ход ладья f6, защищаясь от шаха. Ну и, например, король g7. После короля g7 белые берут пешку h6 шахом. Теперь она была атакована ферзём и ладьёй. Единственный ход короля f7. Ну, компьютер, который считает необычайно далеко. Он насчитал здесь мат в 27 ходов. Но можно просто сыграть. Ладья берёт на g5. Белые мало того, что выиграли две пешки. У них ещё продолжается атака и практически выигранная позиция. После ферзь d6 шах, ладья f6 был такой ход. А вот теперь вам нужно найти здесь ещё тактический удар. Сделайте паузу, подумайте, как белым надо продолжать. У них единственный ход в этой позиции. Единственный выигрывающий ход. Они могут давать шахи какие-то, но они потеряют всё своё преимущество. А вот выигрывающий ход у них один. И вы должны подумать и найти этот выигрывающий ход за белых в этой позиции. Белые здесь могут нанести тактический удар на тему отвлечения. Значит, ладья, конечно, защитила короля. Король её защищает. Но он одновременно защищает и пешку h6. И он не может разорваться между этими двумя заданиями, если белые сыграют. Ладья берёт на h6 шах. Это называется отвлечение. Король отвлекается. Он должен побить ладью на h6. Ну иначе просто мат будет. Король должен побить ладью. И тем самым белые забирают шахом ладью f6. Шах. Белые выиграли пешку на h6, но атака продолжается. Как чёрным здесь играть? Ну, на этот шах у чёрных есть два хода. Или защититься ходом фержи х6 или уйти королём на h7. И есть ещё ход король h5. Можно уйти на h5. И вот здесь вы должны рассчитать варианты. Белые выигрывают материал. У них сейчас одна лишняя пешка. Они выиграют или поставят мат, или выиграют материал. Ещё больше материала. Вам нужно подумать, как белые ответят на король h7, фержи х6 и король h5. В принципе, везде форсированные варианты. То есть форсированные варианты это когда чёрный, в данном случае, или слабейшая сторона вынуждена делать определённые ходы. То есть она вынуждается. Это называется форсированная игра. Форсированный вариант. Вот мы видим, что у чёрных здесь три хода. Это три форсированных варианта, в каждом из которых надо найти выигрывающие продолжения за белых. И вот посмотрим эти продолжения. Значит, король h5. Начнём с этого хода. Король h5. Как же выиграть? Белые играют здесь. Ферзь ф3, шах. Цель хода. Чёрные должны играть король h6. Белые играют, забирают пешку на c6. Да ещё дают двойной шах. Не двойной шах, а это двойное нападение. Белые дают шах. Это называется двойной удар. Теперь ладья на e8 попала под двойной удар от ферзя и от ладьи. Например, ферзь g6, закрывая короля. Можно взять ладью на e8. У чёрных даже нет шаха ни одного. А у белых лишняя ладья плюс 2 пешки. Преимущество белых подавляющее. Это был ход. Король h5. После ферзи f6 шах. Что будет, если чёрные закроются ферзём? Здесь всё довольно просто. Вам нужно ещё раз найти, как белые здесь играют, как белые выигрывают после ферзи f6. Это очень просто. Значит, смотрим на ладью e8. Она защищена ферзём, которого можно взять шахом. Ферзь берёт на g6 шах. Король должен взять ферзя. И белые забирают просто эту ладью на e8. И у них лишняя ладья. Выигранная позиция с лишней ладьёй. И последняя возможность. после шаха ферзь f6. Это ход. Значит, ферзь g6 проигрывает. После размены ферзей теряется ладья e8. Король h5 у нас проигрывал после ферзи f3 шах. И ферзь берёт на c6 шах. И ладья на e8 терялась тоже с помощью двойного удара. Король h7. Что делать белым на король h7? Подумайте ещё раз. Если надо, сделайте паузу. Белые берут пешку на g5 ладьёй и нападают на ферзя. Ну, они выиграли уже две пешки. И у чёрных проблема. Что же им делать? У них, в общем-то, особо делать нечие. Они могут, например, вот такой ход сделать. Ладья e6. Потому что фержём им нельзя уходить никуда. Если уйдут фержём, то будет или шаха нет, или ферзь g6 шах и потом ладья h5 мат. В общем, король получит мат по двум последним линиям вертикалям. Ладья e6, нападая на ферзя. И самый сильный ход у белых здесь. Вот такой. Дать шах. Ферзь f5. А ладья нападает на ферзя g8. Единственный ответ, чтобы не потерять ферзя, это ладья g6. И вот здесь белым нужно вспомнить о том, что у них две лишних пешки. И самый сильный ход здесь ферзь берёт на g6 шах. Белые разменивают все фигуры и переходят в прозаический пешечный эншпиль с двумя лишними пешками. И, соответственно, абсолютно выигранная позиция. Потому что просто две лишних пешки в пешечном эншпиле просто не обсуждается такое преимущество. Это просто проводится пешка ферзя. Если бы была одна пешка у белых, то ещё можно было бы там поспорить. А когда две пешки f и h пойдут вперёд, то чёрный король не может их удержать. Ну, ещё белый король будет им помогать, конечно. Поэтому это подавляющая позиция за белых. Итак, это мы посмотрели варианты после компьютерного хода ферзь e7. Он уже здесь рассчитал все эти варианты. А человек сделал ход ладья g5 шах. Очень красивый ход. И он рассчитал, что он выиграет после ладья g5. И вот эту позицию нам надо посмотреть подробно. Ладья g5 шах. Что делать чёрным? И мы посмотрим, что было в партии после ладья g5. Двойной шах. Значит, в случае короля h4 сразу следует мат. Надо брать ладью. Король берёт на g5. Что же рассчитали белые? Они рассчитали форсированный вариант. И рассчитывали поставить мат. Ферзь g4 шах. Единственный ход ответ – король f6. Теперь следует ферзь e6 шах. У чёрных единственный ответ – король g5. И белые здесь играют f4 шах. Ну, расчёт такой. Если взять король f4, то мат в один ход. Ферзь g4. Под защитой пешки все отходы короля держатся белыми фигурами. Ладьёй или ферзём. f4. Если пойти король h5, то следует сразу мат. Ферзь g4 мат в один ход. Получается, что единственный ход после f4 шах. Значит, нельзя брать королём из амата. Нельзя отойти королём на h5 из амата. Единственный ход ладья берёт на f4. Как и было сыграно. Всё, белые так и задумали. Следующий ход белых. Ладья e5 шах. Нападение на короля и на ферзя. Двойной удар. Ну, и вот в этой лишь решающей позиции чёрные не увидели ничего лучшего, чем взять ладьё фержём. Ферзь берёт на е5. Потому что, скажем, конечно, ход ладья f5 сразу проигрывал, потому что белые берут ферзём эту ладью. Не ладьёй, а ферзём. И после короля h4 они ещё и ставят мат. Чёрные взяли ладью ферзём. Ферзь вперёд на e5. Шах. Ну и вот смотрим, что ферзь даёт шах, и он одновременно нападает на ладью f4. Поэтому король просто отойти, например, на g6 не может. Если он уйдёт, он не будет защищать ладью f4. Белые её просто заберут, и у них будет выигранная позиция. Ферзь против ладьи. Ладья f5 практически единственный ход. Теперь следует отвлекающий ход. Белые хотят отвлечь короля от ладьи и играют h4 шах. Если у короля здесь пойти на g6, то после ферзь e6 какая-нибудь ладья точно потеряется. Потому что ладья на c8 тоже не защищена. Даже, например, после ладья f6 белые заберут ладью на c8. После h4 шах чёрные пошли. Король g4. Значит, король g6 проигрывала. Надо играть король g4, чтобы продолжать защищать ладью f5. Белые рассчитали всё точно. Играют ферзь e4 шах. Теперь, если король отойдёт, то на h5, например, то ферзь берёт на f5 шах и выигрывает не только эту ладью, ещё и ладья на c8 потеряется, потому что это двойной удар на короля. Король может, скажем, побить на h4 пешку или g5 сыграть, но после ферзь берёт c8, у белых лишний ферзь. Например, вот g5, ферзь берёт на c8, ну и всё. Значит, после ферзь e4 шах практически единственный ход ладья f4. Ладья держится возле короля, прикрывает его. Тогда белый играет ферзь e6 шах, и у короля только один ход. И вот это всё белые рассчитали, когда они, значит, жертвовали там ладью. И уже у них без двух ладей они играют за ферзя, правда. Но ферзь g3 шах, король h5, ферзь берёт на f4. Ну, выигранная позиция у белых ферзь против ладьи. Это было в партии, но возможно, что в связи с тем, что скорее всего был цит нот, чёрные ещё не сдались. Они могли здесь сдаться, но они ещё продолжали игру. Ладья против ферзя. Возможно, похоже, что им надо было, значит, им сделать надо было 45 ходов до контроля. И вот пока ещё контроля не было, чёрные сыграли так. Ферзь f3 шах. И так развивалась партия. Белые выиграли ещё пешку. Ну и двигают пешки вперёд. Чёрные протянули до 45 хода. Увидели, что белые сделали вовремя 45-й ход. И в этой позиции чёрные сдались. Вот такая жертва, осуществлённая белыми. f4. Значит, ещё раз, смысл жертвы в том, чтобы выиграть ладью. Потому что ферзь против двух ладей, в принципе, это в пользу чёрных, можно сказать, материально. Да ещё у чёрных пешка лишняя. И две ладьи, они считаются сильнее, чем ферзь. Но при форсированной игре белые выигрывают какую-то ладью. Ну, вот таким способом. Вот так белые выигрывают ладью. Ну и вот я себе представляю, когда проходит такая партия. Есть же там зрители и есть ещё другие игроки. И такая партия не может закончиться просто так. И после этой партии начинается анализ. А как бы чёрные могли пойти иначе? Могли ли они сыграть по-другому? Начинается анализ, скажем, такой позиции. Ладья Е5 шах. И вот, может быть, в этой позиции кто-нибудь из зрителей, или сами игроки анализируют, смотрят разные варианты и думают, а нет ли здесь вот такого дикого хода за чёрных? Король h4. А что будет, если сделать дикий ход, пойти королём ещё вперёд? Как оставить под боем ферзя b5? То есть, партии чёрные в этой позиции побили. Это естественный ход. А что если не бить? Что если пойти король h4? Что будет? У чёрных ладья на c8 висит. У них ферзь висит. Ну, игрок, играющий чёрными в партии. Наверняка, если он и смотрел этот ход, то он посмотрел, что после ладья b5 у белых лишняя ладья. Если взять сейчас ладью, то ферзь берёт на c8, и ферзь против ладьи. А в данной позиции не лишняя ладья, а тоже ферзь против ладьи, в общем-то, после взятия ферзя. И вот только наш компьютер в этой позиции, которая имеет силу 2700, он видит ход, который ни белый, ни чёрный в этой партии не видели. Значит, после взятия ладьи, ферзь берёт на c8. Выигрыш причём после ладья b4, ферзь d8 шах. Ну, можно и не смотреть эти варианты. Какой же ход был в распоряжении чёрных, и если бы они его нашли и сделали, они бы не проиграли партию. Несмотря на то, что они сейчас фактически как бы без ладьи. И вот я не знаю, нашли ли, скажем, в анализе, могли ли найти в этой позиции такой ход, такую возможность. Я даже сомневаюсь, что люди могли увидеть такой ход. Не брать ладью на b5. А пойти здесь ладья на f8. Оставить ладью на b5 и вот сделать такой ход. А что же грозит? Например, если ладья уйдёт с b5, то, конечно, будет шах, шах и вот такие шахи по второй и по первой горизонтали ладьёй. Ладья может с b5 идти куда угодно, тогда будут шахи. И эта позиция оценивается компьютером как равная. Можно дать ферзём шах на e7, тогда последует g5 и, короче, защититься от шахов ладьи на f2. А у чёрных, если считать пешки, если подумать, пешечный эншпиль какой-то, то у чёрных будет лишняя пешка. Значит, белым невыгодно идти, например, как-то отдать ферзя за две ладьи и позволить чёрным взять ладью на b5. И тогда они могут только проиграть. Например, как-то сыграть даже здесь ферзь на e3 или ферзь e1 шах, даже дать такой шах. И после ладья f2 шах, например, отдать ферзя за две ладьи, но чёрные заберут на b5 потом пешкой. И у них будет лишняя пешка на королевском фланге. В общем, будет выигранная позиция. У белых, правда, здесь была ничья. Компьютер видит эту ничью. После хода ферзь e7 шах на g5. Ладья берёт на g5. Ну и потом могла быть ничья. Чёрные могли давать шахе ладья f2, ладья f1. Но вот этот вот ход ладья f8, который даже трудно себе представить. Во-первых, что такой ход король h4, но его надо было связать с идеей ладья f8. Вот есть и такую идею. Это... Не знаю, какой силой шахматисту надо обладать. Шахматисту, может быть, уровня чемпиона мира, он бы нашёл такие идеи. Или быть компьютером. Вот. Значит... Если бы в партии комбинация белых не имела такого побочного решения за чёрных с защитой, то это была бы партия, конечно, одна из лучших комбинаций. Правда, вот в этой позиции белые давали шах f4. Компьютер показывает, что белым нужно было здесь пойти ладья e5 шах. То есть он даёт нам возможность ещё посчитать варианты. Вот это ещё он как-то считает, что можно побороться белым. Например, после короля f4 нужно найти мат в два хода. Это вы должны подумать и найти мат в два хода за белых в этой позиции. После ладья f5 шах... Ну, скажем, ладья берёт на f5. То же самое после ферзь берёт на f5. Ферзь e3. Вот такой мат. Вот один ферзь... Фактически белые пожертвовали две ладьи. И один ферзь даёт мат, потому что поле g4 чёрному королю недоступно. А все остальные поля держит белый ферзь, которого защищает пешка f2. И он даёт мат. Вот такие маты. Нет, ладья e5 шах. Значит, мы посмотрели король f4. Если пойти ладья f5, то следует ферзь берёт на f5. Не ладьёй, а ферзём и ферзь g4 мат. Ну и правильный ход здесь взять на e5. Ферзь берёт на e5. Ну и здесь вот давайте мы тоже посчитаем, какой же сильнейший ход за чёрных. И посчитаем варианты. Например, если пойти ладья f5. Варианты похожи на те, что мы смотрели раньше. Отвлечение короля в этой позиции. h4. Значит, если белому удастся выиграть как-то эту ладью, у него будет ферзь за ладью. Здесь, скажем, вот король g4. Ферзь e4 шах. Если закрыться ладьёй, сильнейший ход f3 шах. И на король h5 белые берут ладью и выигрывают партию. Если после ферзь e4 пойти король h5, то, конечно, ферзь берёт на f5 и выигрыш ещё ладьи c8. Выигрыш партии. Ну, на ладья e5, значит, ферзь берёт на e5. Ферзь берёт на e5 и король g6, сильнейший ход. После король g6 белые могут дать... Значит, у чёрных 2 ладьи за ферзя. Если они удержатся, они не проиграют. Единственное, что могут белые сделать, попытаться выиграть пешку. Но... Да, они выиграли пешку. Но, в принципе, это недостаточно для выигрыша партии, потому что 2 ладьи это сильнее, не сильнее ферзя. И одной пешки даже недостаточно. Вот, например, чёрные хотят сдвоиться по линии a, заставить белых пойти a5. Потом сыграть c5. Ну, и на взятие ладья берёт на a5. И вот эта пешка c5 не поможет белым, потому что 2 ладьи, во-первых, её всегда удержат, или выиграют. То есть, эта позиция по оценке компьютера даже немножко лучше у чёрных. Но, скорее всего, это ничья. Итак, даже ладья e5 шах при правильной игре не выигрывала партии. Ход f4. Не выигрывал после ладья f4 ладья e5 шах. То, что задумали белые. Значит, оправдалось после ферзь берёт на e5, но не оправдалось бы в случае вот такого немыслимого хода ладья. Король h4, после ладья b5 ладья f8. Ну, а теперь вот возникает вопрос, теперь не могли ли белые сыграть сильнее? Не могли ли они всё-таки выиграть эту партию раньше? Вот мы пришли к позиции после ладья g5. И оказалось, что при правильной защите белые бы не выиграли. Но в практической партии в принципе они всё рассчитали правильно. Форсированный вариант. И человек с силой 2390 просто не мог найти того хода, или двух ходов, которые видел компьютер. Значит, после... Вот в предыдущей позиции была такая позиция. Белые брали, король h5. В этой позиции выигрывал... Значит, в партии была сыграна ладья d4. А выигрывал ход ферзь e2, шах. Ну, мы смотрели эти варианты, по-моему, да? Король g5. Или не смотрели? Я уже немножко забыл. Нет, смотрели. Ферзь e3, шах. Король h5. Другие ходы проигрывают. И белые могли выиграть эту позицию. Их перевес был бы здесь подавляющий. Ну и во всех других вариантах мы видели ещё, что вплоть до пешечного н-шпиля было. И размена всех фигур. Вот таким способом белые выигрывали. Король g4. Вот такая была. Вот это всё могло произойти после хода ферзь e7. Хладнокровного хода компьютера, который давал возможность чёрным такую контратаку с ходом ладья берёт на f2. Оказывается, этот ход проигрывал ладью. Ну и даже при лучших продолжениях после короля h2, вот это надо было понять. Ну, на уровне международного мастера нельзя было всё это предвидеть. Что можно было дать возможность чёрным чуть ли не матовой атаке. Ферзь на d5 ладьяма. Там на f2 может прийти. Если не сразу в этом варианте, то может быть в каких-то других. В общем, пойти на такую позицию человеку практически невозможно. Это надо быть или компьютером, или чемпионом мира. Итак, в этом видео мы с вами посмотрели одну очень полезную шахматную партию. Кратко познакомились с некоторыми вариантами французской защиты, встретившихся в данной партии и смогли потренировать наше комбинационное зрение, тактические способности и расчёт вариантов. Какие выводы можно сделать из этой партии? Создавая угрозу за угрозой, белые с шахами подключали к сражению новые силы и вынуждали чёрных заниматься только защитой короля. У чёрных не было времени для перегруппировки фигур. Нарастающее превосходство своих сил белые использовали для того, чтобы с лихвой отыграть пожертвованный материал и добиться выигранной позиции. Возможности осуществления жертв, как в данной партии, так и вообще при успешном проведении любой форсированной тактической операции, возникают потому, что противник не может незамедлительно использовать своё материальное преимущество, так как большинство его фигур не принимают участия в форсированной игре. Серия ходов, представляющая собой чередование угроз и защит от них, называется форсированным вариантом. Защищающаяся сторона не может без потерь прервать форсированный вариант до тех пор, пока он не закончится. Форсированная игра создаётся с помощью ходов, содержащих угрозы форсирующих ходов. Жертва это форсирующий элемент, принуждающий соперника к определённой реакции на наши действия. Жертвы, осуществлённые в данной партии, носят временный характер. Такие жертвы приносятся для того, чтобы в ходе тактической операции изменять соотношение и расположение фигур на отдельных участках доски в соответствии с замыслом активной стороны. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube и пишите комментарии к видео. Если вы захотите способствовать популяризации этого видео, то вы можете поместить его на ваших собственных каналах на YouTube или в социальных сетях. Некоторым моим подписчикам удается даже помещать целые мои плейлисты на своих каналах. Всё это очень важно для повышения степени популярности моих видео. На этом я с вами прощаюсь. До свидания! До следующих встреч!